ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет всем! В эфире Ньюсбокс. Меня зовут Антон Пескорский, и я расскажу вам, что же произошло интересного из мира шоу-бизнеса и музыки. Начало трудовой недели, и все наши корреспонденты, в том числе и я, готовы к труду и обороне. Узнавайте все самое эксклюзивное в Ньюсбокс на Russian Music Box. Начинаем! На какой вечеринке зажигала вся Москва в минувший уикенд? Как Квест Пистол Шоу готовились к релизу нового клипа на песню «Мокрая»? И какая невеста нужна Егору Криду? Все подробности об этом и не только узнаете уже через пару секунд в новом выпуске Ньюсбокс. Группа телеканалов Мьюзик Бокс славится своими грандиозными и горячими вечеринками. Вот и апрель мы решили начать с очередной Мьюзик Бокс Пати Вайконе. Выступили в самом клубном сердце Москвы Серега, Лоя и группа Виагра. Помимо драйва и исполнения ваших любимых хитов, артисты не удержались и от советов. На какую тему, узнаете прямо сейчас от Виктории Гончаровой. По календарю апрель, а за окном февраль. И хотя весна явно запаздывает, паниковать не стоит. Звезды, к примеру, во всем видят позитив и знают, как забыть про непогоду и наслаждаться апрелем. Нужно влюбиться, и тогда снег растает, все растает и будет прекрасно на душе. Улыбаться, смотреть на небо, улыбаться всем зубами, и солнышко потом будет улыбаться на нас. Погода ужасная, что делать? Я думаю только греться друг о друга. Трение, как мы все знаем по урокам физики, вызывает тепло, и только поэтому снег растает. Тереться друг о друга нужно под правильную музыку и в подходящем месте. Естественно, речь идет о мьюзик-бокс-пати в клубе Айкон. Вот уж где точно настоящая жара, причем во всех смыслах этого слова. Эй, как тебе вечеринка? Воу, да вообще супер, спасибо мьюзик-бокс за такую крутую вечеринку. Воу! В пятницу все с работы уставшие, и движ должен быть. Вот движ, московский движ. Ну, ты любишь московский? Московский движ, я люблю, да. Привыкшие видеть Лою в милых воздушных платьях на нашей вечеринке едва узнали певицу. На сцене красотка зажигала в непривычном мини, слегка прикрывавшем нижнее белье. Кстати, эту мьюзик-бокс-пати смело можно назвать одной из самых сексуальных. Что не артист, то провокация для противоположного пола. Потому что сегодня будет у нас группа Виагра, да? Витя, Витя, Витя. Сегодня будет у нас еще Лоя и Серега приедет на черном бою. А, Серега! На черном бою, с ума сойти! Серегу особо были рады видеть на вечеринке группы телеканалов «Мьюзик-бокс». Ведь артист не появлялся на сцене без малого 7 лет. Теперь в надежде наверстать упущенное, рэпер работает не покладая рук. Ну, а Russian Music Box помогает чем может. Мои песни не крутят по радио, и мои клипы тоже не крутят по музыкальному телевидению. Ну, хорошо это или плохо, мы сейчас не обсуждаем. Но я бы хотел, чтобы крутили, потому что я же старался. И «Мьюзик-бокс» это первый канал, который отважился показать клип «Твой любимый клоун», клип «Мой райдер», клип «Людь». Круто, респект, спасибо вам большое. Мы же в свою очередь хотим поблагодарить артистов, выступавших на апрельской московской «Мьюзик-бокс-пати». Раскачать несколько сотен любителей ночной жизни, да еще и в конце недели, это дорогого стоит. Не перестает меня удивлять та работоспособность «Ервения», с которыми работают артисты. Честно, большой отмен, низкий поклон. «Мьюзик-бокс» всегда на первом месте, всегда лучше всех и всегда с ними весело. Всем, не мне одной. Мы вас обожаем. «Мьюзик-бокс-пати рулят!» «Танцуют все». Квест-пистол-шоу продолжают продвигать в массы культуру танца. Их новый клип заставит двигаться даже тех, кто предпочитает отсиживаться в сторонке. О том, как снималось видео на песню «Мокрое», смотрите прямо сейчас. Квест-пистол-шоу диктует свою классику жанра. Поющий и танцующий коллектив уже не просто успел завоевать почетное место в сердцах своих поклонников, но и стал объектом пристального внимания профессиональных танцоров. «Мокрая девочка танцует, мокрая девочка сохнет. Дождь намочил ее полностью, всю, 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 всю». «Если мы сделаем танцевальное шоу на основании наших песен, то в этом контексте, я думаю, мы можем выходить на какую-то совершенно другую публику, которая нас еще не знает, но которая ждет не клубных вечеринок, а больших концертов». В съемках нового клипа «Квест-пистол-шоу» и «Монатик» на песню «Мокрое» приняли участие победители и финалист проекта «Танцы на ТНТ». Всего за несколько первых дней клип сумел набрать более 300 тысяч просмотров. Сразу видно, что артисты оседлали гребень удачной волны. «Клип о какой-то легкости в плане отношений. Люди часто зацикливаются на том, что флирт обычно приводит к чему-то такому серьезному. Просто о легкости, мне кажется. Клип именно о легкости». Так что видео получилось под завязку наполненным легкими и не очень танцевальными элементами. А это значит, что его особенно рекомендовано смотреть тем, кто говорит, что он не танцует на дискотеках. Ведь после просмотра такого клипа желание проявить себя в танцах увеличивается до 100%. Не успел Егор Крид представить миру клип на песню «Невеста», как народ уже успел сам наснимать видеороликов. Свадебные видео под заводную песню Егора буквально заполонили просторы интернета. Но и сам певец не остался в стороне и, наконец, презентовал публике свою невесту. У Егора Крида появилась невеста. Девушки, расслабьтесь, дальше экраны в ваших телевизорах эта история не выльется. Недавно певец показал миру новый клип на песню «Невеста», в котором предстал в роли молодого жениха. «Ты моя невеста, ты моя невеста, и если честно, мне с тобою так повезло». Я сделал продолжение песни «Самый-самый», потому что ты сначала пел про девушку, теперь ты поешь про то, что она стала твоей невестой. По такому случае сами приглашенные на презентацию гости задумались о том, какая бы невеста стала для Егора идеальной. Ведь девушек хороших много, а вот ту самую найти всегда почему-то непросто. Ну, красивое само собой, но главное – красивое сердце. Пусть она будет мудрой, терпеливой, потому что его будут одолевать поклонницы. В таких очках, заостренными уголками, и, не знаю, и варить какие-то классные зелья. В очках девушка нашлась, но вот ее умение варить зелье остается под сомнением. Однако, эта леди с радостью бы взяла на себя ответственную роль невесты Егора Крида. Конкурировать ни с кем не буду. Это опасно для жизни других девочек. Но я бы, как бы, могла бы, могла бы, да, если еще порох проковниться. Амбициозных красоток стоит сразу предупредить, что музыканты – люди занятые, поэтому времени на личную жизнь у них не всегда хватает. Полгода назад я еще думал о том, что хочу завести семью, детей, всегда хотел быть молодым отцом. А сейчас я понимаю то, что у меня даже нет тупо на это времени, потому что мой замечательный директор делает мне 30 концертов в месяц. С таким графиком невеста у Егора Крида должна быть ой, какая терпеливая. Так что девушек еще раз мы призываем расслабиться. Несмотря на костюм жениха, певец все еще жениться не планирует. Более того, говорят, что сердце его абсолютно свободно. Кто из артистов увлекся продвижением начинающих исполнителей? Кто стал самым необычным гостем на концерте суперзвезды Сергея Зверева? И что принес своим слушателям Владе на презентацию нового альбома? Уже завтра в 19.00. Не пропустите! Вот и все. Чаще заглядывайте в наши официальные группы ВКонтакте и Фейсбуке. А также не забывайте лайкать и комментировать фотографии в Инстаграме телеканала Russian Music Box. С вами был Антон Пискорский. Всем хорошей и продуктивной рабочей недели. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok